Итак, мои хорошие, всем большой приветик, мои дорогие любимые. Сегодня у меня для вас будет видосик Гороскопчик на эту неделю. Будем смотреть, как она у вас пройдёт. Так, хочу эту неделю, чтобы она у вас была суперпозитивная, посмотреть чисто по событиям. События недели. Давайте приятные события. Вот какое будет суперклассное событие недели. Так, первые у меня пойдут Скорпиона. Приятные события недели для вас. Карта времени выходит. Сейчас мы посмотрим, с чем это у вас связано. Время. Время. Что там за время? Время. Так. Здесь, эта неделя у вас связана с финансами. Сразу говорю, любовная тема тут вообще никаким боком не проходит. То есть, либо всё по умеренности у вас стабильно в любовной сфере, либо стабильно никак. То есть, смотря в какой вы сейчас ситуации находитесь. Здесь больше про финансы. Что-то боитесь, то ли матери надо дать денег, то ли какой-то женщине козерог делать лес. Нужно дать денег, внести какую-то, может, оплату. Может быть, вы отстраняться будете на этой неделе от ответственности перед кем-то. То есть, кому-то то ли денег давать, то ли здесь вкладываться, за что-то заплатить, что-то оплатить. Идёт. Куда-то внести нужны деньги на этой неделе. Не хотите этого делать. Но это надо будет делать. То есть, вы всё равно некую какую-то энную сумму внесёте. Всё равно придётся внести. Но потом это будет типа кэшбэка. То есть, вы куда-то вложите сейчас финансы. Может быть, что-то крупное купите на этой неделе. Можете потратиться спокойно. Но потом эти деньги сразу кэшбэкнутся. Ну, там может быть буквально типа... Ну, у кого-то месяц, если это супер какая-то большая сумма. Да? Там, шестью нулями. Либо кэшбэкнется в течение двух недель до шести нулей, если сумма. То есть, всё получите нормально. Деньги можете не переживать, тратить, оплачивать что-то. Всё будет нормально. Ну, вообще не переживайте за это. Что что-то пойдёт типа не так. Вкладывайтесь, что-то покупайте. Всё нормально, оно вам нужно. Рыба. Оу, победа. Если у вас запланированы какие-то суперответственные моменты на вот эту неделю, то, соответственно, эта неделя для вас будет этой самой победой. То есть, все дела завершаются очень удачно. Встречи оборачиваются, ну, действительно, что вы там, допустим, если это в плане любви, что вы не просто так встретились друг с другом, да? Что вам реально комфортно друг с другом. Вы реально кайфуете друг от друга. Что вы нашли там своего человека. То есть, здесь идёт какое-то обретение, да, по победе. Мы сейчас посмотрим поточнее, конечно, по какой это сфере. Но, в любом случае, карта победы указывает на получение чего-то долгожданного. Ну, вот она четвёрка жезлов. То есть, это либо, если вы в поиске работы, тогда очень хорошее сочетание карт. То есть, на этой неделе вы находите. Если ждёте повышения, на этой неделе получаете повышение. Если вы ждёте встречи с кем-то, встреча состоится, и она будет очень приятная. Если вы ждёте, чтобы вам сделали какое-то предложение любовное, тоже его получаете. Короче, неделя про получение желаемого. Исполнение каких-то ваших желаний, победу, добились. Не просто так ждали, не просто так потели. Батрачили над чем-то, да. Они просто так напрягались. Оно должно было так вот произойти. Может быть, ну, не так быстро, как вы бы того хотели, но оно же произошло. Вот. То есть, здесь как бы карта указывает на победу вашу некую. Удачу на этой неделе. Достижение. Но четвёрка жезлов, она больше про межличностные отношения. То есть, это даже не про финансовый момент, а про договориться с людьми. Сделать всё срок в срок. Чётко вот как-то, как договорились, так и происходит. То есть, вот об этом речь идёт у вас. Раки. Когда вас пройдёт неделя. Карта риска. Сейчас мы будем смотреть, в чём вы там у меня рискуете. Здесь как будто бы этот риск оправдан. Вы после этого риска получаете счастье. На что-то решились. Да, вот она, карта страха. Чё-то боимся. Да. Чё боитесь конкретного? Страшный суд. Ну, либо какие-то действительно, в прямом смысле, судебные разбирательства. Либо что-то возможное, какие-то разбирательства. Допустим, ждёте какой-то документ. Вот оборот. Либо боитесь, что вас там поймают, что вы там вовремя не оформили. Может быть, там самозанятость, ИПшку, ещё какие-то налоги. Может быть, что вы не вовремя приносите какой-то документ. Да, как вот у нас там было в ВУЗе на практику. Типа, не приносите там до конца декабря. Да. Там было какое-то до 28-го числа. То типа, тогда мы вас отправляем от ВУЗа, куда мы захотим вас отправить. На практику. Вот типа такого, что вы там куда-то не подадите. Это значит, не получится. Придётся опять переподавать. А может быть, вам откажут. Опять нужно куда-то бежать. Чего-то там не хватает. То есть, вы просто перешагиваете через, вот на этой неделе, через какие-то собственные блоки, да, едете, забираете документы. Вам не нравится, вас любите, это раздражает. Но вы делаете это через силу, да, через себя. И действительно получаете результат от своих стараний. Есть плоды ваших стараний. Всё не просто так вы делаете. Короче, вы себя на этой неделе перебарываете и решаете какой-то важный вопрос. Может быть, даже эта неделя, кстати, может быть кармическая. То есть, может быть, что-то, за что вам прилетело за 8 лет, где вы там прокололись, и вам это может прилететь. Да, может быть, даже с мужчиной, вот, удалились и близнецы конкретно, но не суть. Так, к слову, может, у кого-то это проиграется, а у кого-то нет, да, с каким-то врачом, может быть, взаимодействием, экономистами, юристами, судьями, прокурорами, адвокатами и так далее. Здесь речь в вашем случае идёт про то, что ты сделай, и ты получишь реально классный результат, которого ты хочешь. Просто уже сделай это, и всё, через силу. То, что вас потом как попустят, вы такие, ой, а чё я так напрягался или напрягалась, непонятно. Всё же и так, ну, хорошо. Чё переживали, непонятно. Водолеи. Путь. Водолеи либо ищут путь к своим каким-то желаниям, начинаниям, либо к чему-то сердцу, либо хотят сокращать дистанцию, может быть, между кем-то, да, может, вам кто-то понравился. Может быть, есть желание с кем-то съехаться, кому-то поехать в гости, с кем-то увидеться. Путь, надеюсь, больше, да, у вас даже про работу. То есть, деловые какие-то встречи. Я хочу увидеться, я хочу найти хорошую работу, высокоплачиваемую работу. Я хочу зарабатывать больше денег. Я хочу иметь какой-то пост, какое-то высшее положение в обществе. Я хочу иметь такое же в плане работы окружения, да, тоже целеустремлённое, активное. То есть, это неделя у вас про созвоны в плане работы, работы, учёбы, то есть, вот эти решения, вот этих моментов, вопросов. Ну, и потом тройка кубков праздновать, тройка кубков праздновать будете. То есть, если у вас есть запрос на какой-то поиск, найти денег, найти работу, не знаю, найти каких-то определённых людей с профессиями, да, для каких-то ваших собственных нужд. Вот он также, внизу колоды тусничей, да, и колесо фортуны ещё идёт за ним, которые указывают, как бы, да, на то, что ты настолько ответственный человек, который очень много прилагает усилий, что ты это всё получаешь, ну, в самые кратчайшие сроки. Столько потрачешь, столько ищешь, все твои труды и старания, они воздадутся тебе за это, воздастся за это. Да, на эту неделю будете даже праздновать, ребят, что, ну, добились какого-то вот результата в плане работы или учёбы, то есть, идёт результат. Празднуете, вы у меня счастливые такие, вообще, всё, как вы хотели. Кстати, ещё есть карта смерти, да, трансформации, то есть, жизнь действительно у вас сейчас меняется кардинально в лучшую сторону, и если вы ощущаете некую стагнацию, то карта, наоборот, указывает на то, что ты не пугасишь, там, может, денег сейчас недостаточно, или не те люди тебя окружают, или как-то вот медленно, да, проходит твой рост. Вообще этого не бойтесь, то есть, это всё к лучшему у тебя, потому что сейчас идут изменения в жизни, ты будешь себя вспоминать вот сейчас какой-то или какая-то, и думать, ну, анализировать, понимать, что вот действительно я сейчас другой человек, всё в моей жизни поменялось кардинально. И вам сейчас будет нравиться то, что с вами происходит, вы будете благодарны за вот эту какую-то остановку по умеренности, да, может быть, временную, никакие-то непонятки, весы, выбор, мы будем все смотреть, что у вас там за выбор, и жду каких вы там двух зол у меня будете выбирать, что за выбор, карта выбора. Ограничения пошли, да, десятка мечей, не хочу, не буду. Выходите из десятки мечей. В вашем случае карта указывает на начало движения, то есть вы с чем-то стопорились, анализировали, думали, стоит, не стоит, надо, не надо. Есть также десятка мечей, говорит не только о новом этапе, она также говорит о неком блоке, блоке, ну, я закрываюсь от людей, я ношу какую-то маску, мне страшно в чем-то сознаваться, признаваться, чем-то искренне говорить. Вот эти какие-то блоки в плане, вот я сейчас на это решусь, а вдруг я потеряю, там, не знаю, время и деньги. Ну вот, есть запрос. Ну вот, вы молодцы, тоже берете у меня ответственность. То есть прошло, вот это какое-то дело, с которого прошло либо 10 дней, либо 2,5 месяца. Вот. И вы такие, ну окей, хорошо. Говорите, ладно, давай решим этот вопрос, давай договоримся, давай я приеду, давай мы с тобой будем что-то как-то диалоги наши простраивать. Еще внизу колоды карта влюбленная. Ну так как влюбленный это все-таки старший аркан, карта либо действительно указывает на выбор в плане партнера, то есть да, я в плане любви, да, кто в поиске, ну или кто в отношениях. В вашем случае это проигрывается как хорошо, я тебе открываюсь, хорошо, там, может быть вы всегда искали партнеров, там, которые, например, послабее вас, или суперсильное подавление, а тут как бы к вам адекватно относятся, вы не знаете, как, например, на это реагировать. Да, и, соответственно, на этой неделе вы такие, блин, ну я хочу попробовать все равно. Типа мне настолько нравится человек, что я хочу попробовать, а вдруг получится что-то, ну как вариант. Вот. Либо начинаете открываться своему партнеру-партнеру, неважно сколько вы вместе, почему-то очень вы такой сам по себе человек-то закрытый. На самом деле. В плане денег влюбленные означают найти как бы человека по тем же идеям и целям, что и у вас. Вот. Либо какой-то мотиватор выступает там, да у тебя все получится, да ты попробуй. То есть, да, в плане вот как поддержка. Человек близкий, человек, который открывается с новой стороны. То есть, он у вас был там, допустим, знакомым или знакомый, да, а теперь вы его переквалифицируете по подружку, друга. То есть, ну, такой интересный момент есть. То есть, вы будете стоять как на распутье, да, принятие решения, и вы принимаете решение о том, что я действую. И, соответственно, исходя из этого решения, вот, у вас, к вам идут люди, которые действительно искренне хотят вас там поддерживать, быть рядом с вами, да, в самые странные моменты вашей жизни. Близнецы. Шанс. Это хорошо. Близнецы у вас карта шанса. Что это для вас значит? Сейчас посмотрим. На эту неделю карта шанса. На эту неделю карта шанса. Так, сила. Ой, у вас тут что-то тоже, близнецы, кстати, тоже. Очень многих уже знаков я вижу. Карты выходят. Это вот эта неделя я что-то пытаюсь перебороть. Я с чем-то вот, ну, реально борюсь. Что-то пытаюсь перешагнуть через себя. В хорошем смысле этого слова через свои ограничения, табу, да, и вот эти, ну, непонятные табу. То есть не просто там, не изменяй мне, я против этого. Нет. А здесь именно вот речь идет о том, что, может быть, вы стеснительный какой-то человек. То есть здесь идет вот на этой неделе как перебороть себя. Пойти с кем-то на свидание, на встречу. Потому что здесь, кстати, карта интернет-общения, вот этих переписок по восьмерке жидов. Что-то резкое, неожиданное, быстрое. Поехали, давай решать вопрос. Вот. И вы прям входите в гармонию с самими собой по десятке-то кубков. У вас действительно появляется гармония, прям такая счастье, такое счастье-любовка. Сделали шаг, не испугались, да, и получили с этого очень много плюшек, очень много приятных вот этих моментов, результатов. Вот. Но у вас действительно близнецы как бы карты. Мне прямо говорят о том, что вот эта неделя про вашу внутреннюю силу, но вы почему-то сейчас как-то подостыли, подуспокоились, уже нет какого-то пыла, жара, да, вот бежать, на что-то решаться, принимать вот эти решения, что-то вот неожиданности, да, совершать какие-то поступки опромечиваясь, с кем-то ругаться. То есть 50 на 50 вот эти вот варианты развития событий, вы их куда-то отметаете в данный период жизни. У вас прям действительно то ли может ответственность по десятке кубков, там, не знаю, семья, дети, брак появилось, то ли отношения, или может быть какие-то близкие люди, да, перед которыми, ну, теперь вы чувствуете, что вы не можете быть такими авантюристами, да, как раньше. И поэтому как бы вы немножко себя, знаете, как мамы, да, которые там рожают детей, потом в декрете сидят, и они там занимали какие-то супервысокие должности, но вот отказались от няни, да, и решили сидеть сами с детьми дома. И вот начинается такая деградация, потому что каждый день он как день сурка, к сожалению, да, это вот минус такое материнство. Потому что живёшь по расписанию ребёнка, собственно, да, не спишь, не жрёшь, не ешь, не срёшь. Но не суть, не об этом. Суть здесь в том, что вы как будто себя немножечко потеряли. Вот действительно вот этот жар, может быть, вы мечтали быть актрисами, актёрами, вы это не реализовываете никак. И вот, наконец-то, на этой неделе вы такие, да, блядь, да я хочу, да я должен или должна. Ну почему? Жизнь одна. Я хочу осуществить какие-то собственные желания. Вот, вы попадёте за ними. И как будто бы все вас поддерживают и говорят, что у вас всё получится, вы справитесь. Там, может быть, вы боитесь публично выступать, что-то говорить, с кем-то общаться, да. Вы как-то через себя тоже перешагиваете. Даже, вот грубо говорю, ну просто вперёд шаг делаете, типа, авось как будет, попробую. И вы действительно с этого очень много получаете плюшек и позитива. Будет осознание того, что вы не просто так это сделали. И будет даже жалко, что вы раньше этого не сделали. Я на что-то решаюсь. Я даю кому-то шанс, возможность. Даю себе шанс прежде всего. На любовь там. На собственное счастье, радость и успех там финансовый. Козероги. Прибыль. Извиняюсь. Офигенная карта. И тоже внизу колода счастья, хотя я её постоянно перемешиваю. Ох ты, прибыль. Ну, прибыль это карта денежная. Что вам тут сказать? Ну, давайте немножечко дополним. Потому что прибыль это может быть какой-то дорогостоящий, кстати, подарок. Смотрите-ка, карта колесницы. То есть это может быть какая-то неожиданная поездка. Полетели куда-то, поехали куда-то, да. Карта может говорить о переезде, о приобретении чего-то крупного, да. Это может быть подарок издалека, что-то привезённое крупное. Это может быть просто какая-то неожиданная вот поездка, там, друг ваш, подруга, парень, девушка, кто-то что-то оплатил, вас повезли. Также это может быть карта о том, что вот прибыль, да, и по колеснице, это деньги поступают безостановочно. Просто бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-б у вас действительно как роллером крутится деньги всех щелей просто пруд но если вы конечно не лежите на пупе ровно да потому что если лежите на пупе ровно то это про подарки сто процентов а если вы потрачите то это и подарки еще плюс деньги сработать какие-то бешеные суммы на этой неделе будут поколесниться это финансовый прорыв это какое-то достижение повышение по карьерной лестнице это про выход на новый уровень то есть здесь прям вау-эффект еще думаю про кого сейчас мне сказать про овнов или козерогов так что он на это он тоже адресовано реально я думал сейчас кого огненные знаки выбрать или земные знаки решил вот себя так ну больше ничего сказать девы начало наконец то нанели девы нанели мои хорошие вот она у вас тоже самое дело финансовое начало финансовая стабильность крупные денежные поступления покупки приобретение недвижимости получения наследства предложения какие-то классные по работе тоже какие-то может быть подарки но тут пентакли с началом вообще указывает может быть даже на надежный фундамент например отношения любовь до переход на новый уровень когда вы с человеком жили вместе теперь домом делать какую-то допустим предложение руки и сердца для вас эта неделя это шанс возможность на что-то стабильное долгосрочное так что эту неделю прям где вы тщательно просматривайте смотрите на все предложения которые будут поступать все рассматривайте здесь действительно может быть даже какое-то начало там вас позовут вложиться куда-то или в какую-то конторку неизвестную допустим доработать или предложит чем-то заниматься не особо популярным но вы потом офигеете сколько вы с этого реально и бабок срубить и результатов получите здесь как бы еще раз говорю карту указывает на то что у тебя на неделю куча возможностей заработать денег чем-то заниматься тельцы 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 у вас карты изобилия это замечательная карта это когда из каждой сферы сфера да из всех щелей вот так вот бьет все ключом реально бьет ключом просто успеть сопутствует мне слушайте на этой неделе за свою изобилие единственное придется побороться как будто вот действительно этой неделе очень многих знаков у вас том числе тоже про работу по учебу и я вижу такой момент что это может быть как начиная там вы стояли в очереди у вас там есть какие-то знакомые в больнице вас проводят без очереди допустим да куда-то и какая-то бабка там сочи для ты чё там блатная или блатные что ли перед всех пряжься да и вот вам придется уступить дебата за свои плюшки да что я не виноват или не виноват что я родился такой замечательной семье где я хожу по поликлинике без очереди до например мы вас повышаем вам говорят да мы там или вы там зарабатываете какие-то офигенные суммы денег да ну вы прям в восторге от плюшек от вселенной на этой неделе до может каких-то сюрпризов судьбы подарков здесь прям идут сюрпризы судьбы изобилия это когда из всех щелей просто прет то есть сфера вашей жизни это вообще вот чики-бомбони короче все просто шик и блэск так вот и вот появляется какая-то пиздючка или долбоёб блять которые лезет к вам типа скуляли и вы такие смысле скуляли те может еще расписать как я этого добился или добилась вот и короче есть такой моментик вот этих дебатов блять я это вижу на этой неделе что вы будете прям доказывать что нихуя себе да ты знаешь сколько я работал или работал чтобы это получить . чтобы со мной блять права качать вот такой момент я вас прослеживаю по изобилию также карты дьявола выходит еще внизу колодок по жезлов ребят по осторожней на этой неделе какие-то супер у вас интимные сексуальные отношения яркие я не гадаю никогда на здоровье этим пусть занимаются врачи но хочу сделать акцент над тем что ну предохраняйтесь там на всякий случай можете залететь либо чем-то сразиться если вы в паре то карта указывает на какие-то супер интимные классные извращения похождения на этой неделе также карту указывает возможно какой-то проснется действительно пыл у вашей второй половинки ну может у вас так все хорошо а тут еще просто больше будет эмоций понимаете и соответственно вы там друг друга от тарабаните жестким образом либо вот находите человека до супер сексуального интересного активного но вот те кто поиски надо быть поосторожнее потому что это что-то похожее на недоверие интернет общения с неприятным концом то есть я по дьяволу тебя обещаю по жезлом пишу звоню а по факту что мы имеем мы имеем то что мы теряем то что дьявол много дает и намного больше в 10 раз забирает что уже вот этого что он дал это нахуй она не надо также кто занимается какими-то нечестными видами заработка на этой неделе лучше грязными делишками не заниматься то что смогут поджать просто за хвост ты может быть начиная от штрафа до тюрьмы такие моменты поосторожнее там да если вы чем-то там занимаетесь грязными вещами он и мои любимые послание так карта послания смотрим что это за послание мелкие неурядицы я вижу что опять кто-то тормозит у вас здесь что-то опять кто-то не выполняет все четко и вовремя здесь идет такой момент чтобы либо полностью будете на этой неделе менять коллектив четко про работу тему выходит однозначно тут люди которые бесят своей тупостью медлительностью блять которые просят еще сверху заплати еще туда позвони съездить то есть как вы знаете может быть даже вы кому-то решитесь помочь лучше на этой неделе никому не помогать потому что это будет как медвежья услуга реально это не что-то безвозмездное даже если вы с целью безвозмездности на вас прям поедут как на лошадку блять а это сделай а это сделай это принеси а это купи что-то какая-то хуйня на самом деле эти положь придешь и провокация долби долби понимаете есть прям идет что вы скандалите с людьми потому что все нечетко нет какой-то ясности блять договоренности не соблюдается вас это очень сильно будет раздражать на неделе здесь очень много неделя про форс-мажоры сразу говорю это вот из минусов то есть вы будете беситься типа схуяли вот это не по плану это не по плану да как я ранее вам уже озвучила потому что потому что блять я просто вижу да вы что-то вы новое опять изучаете берете какую-то ответственность то есть здесь неделя чисто вот про работу реально проработку но все равно здесь есть кто-то у вас приятненький будет вам с кем как бы все равно отвлечься провести время ваш вот этот мир спокойствие есть у вас какой-то уголок может быть это какие-то видео на ютубе которые вас успокаивают может это ваша вторая половинка может быть это по миру какая какое-то занятие там йогой танцами то есть вот что-то релаксирующего вы очень активно будете прям лететь к чему-то релаксируешь понимаете релакс релакс час релакс ну короче дальше львы исцеление у наконец-то движение какое-то у вас начинается я за вас очень рада обожаю тройку жезлов карту просто пиздец двойка жезлов потому что она говорит про начало да типа я думаю как мне поступить что делать а тройка жезлов уже непосредственно говорит о каких-то действиях то есть вы у меня действительно на этой неделе решаетесь на какие-то действия тоже это связанные с работой с учебой и также при вот таком сочетании исцеления тройка жезлов это идет какой-то начинается прогресс то есть там дело допустим который угасал акуева все было она начинает расти эти вверх работа которая не приносит дохода начинает вам приносить доход соответственно да короче вот мне нравится вот это сочетание то есть у вас идет исцеление какой-то сферы жизни где была стагнация не было никаких результатов никаких там действий никакой активности короче не происходило наконец-то у вас начинают происходить вот это все соответственно активность извиняюсь за тавтологию весь вас начинается движение там где вы думали что вы в упадке там начинается как раз таки рост это может быть исцеление отношений ваших с кем-то да с кем были разногласия примирение с какими-то людьми это карта может указывать на работу да то есть ваше какое-то переживание за вот эту вот неделю да я сейчас еще на это и выкладываю на следующей неделе вот это переживание закончится вот ну хорошо максимум до трех недель но вообще жезлов всегда быстро в течение недели то есть это может быть и среда и там четверг какой-нибудь то есть это очень быстрое разрешение каких-то моментов нюансов вашем случае вот этот нервоз уходит наконец-то вы уже не переживаете спокойно действуйте здесь был нервоз что когда что-то продастся что-то приобретется когда у меня будут какие-то результаты все уже вот они у вас будут наконец-то хорошо максимум до трех недель максимум если уж там какая-то прям жопа новый год блять у вас лютый стрелец спасение это выход действительно из депрессии из каких-то тяжелых состояний мы сейчас посмотрим что это сейчас посмотрим чем связано сложить какую-то жопушную ситуацию попадете кто-то вас там замотивирует поможет подскажет здесь идет спасение через поездку то есть вам либо надо куда-то поехать либо надо откуда-то уехать ожидать по съемкам переехать съехать здесь карта про дорогу тебе нужно куда-то деться отдохнуть может быть от кого-то от чего-то тебе нужно куда-то уйти да потому что семерка жезлов нет никакого развития никакой перспективы тебе нужна смена эмоций смена локации понимаете вам нужно куда-то вот съездить если есть такая возможность к родителям может быть другой города может быть в гости кому-то да вот ну то есть вам надо что-то сменить как-то обстановку куда-то поехать по шуту больше развлечений дать себе вот этой побыть дурочка или дурачком вы очень много здесь у меня проработала в какой-то жутком каком-то жутком состоянии что ну потому что спасение это я на дне да мы можем с вами посмотреть вот человека как бы достают получается с 1 то есть и в данной колоде которая просто указывает данная абстрактное какое-то метафорическое указание то есть говорит о том что действительно вы каком-то очень упадническом состоянии я уж не знаю что конкретно это повлияло уход какого-то человека либо физически либо просто ушел до моральный там какой-то уход ну там просто поругались расстались перестали общаться то здесь идет что вас произошло какое-то потрясение да может быть пять дней назад может быть там вообще пять недель назад вот может быть кого-то что-то триггерит уже очень много лет то есть но здесь именно про чей-то уход у вас обиды вы отказываетесь вообще думать о том что это произошло нужно принять ситуацию такой какая она есть уже нельзя так долго страдать вам переживать думать об этом надо жить дальше у вас дальше больше дальше лучше и как раз таки эта неделя вот и говорит вам о спасении что ты понимаешь никто не знает что ты чувствуешь о чем ты думаешь если ты родство не откроешь не расскажешь те в голову никто не залезет так что посмотрите оглядитесь вокруг я думаю у вас один минимум человек здесь точно есть стабильный кто уже не раз доказывал вам свою верность либо тот кому вы как минимум доверяете да поэтому обратитесь к нему или к ней за помощью и все вам будет легче вам нужно как-то проговорить иначе просто это вас будет загонять вы будете непродуктивны не в работе не в любви не вообще вам жить не будет хотеться поэтому здесь нужно именно заниматься своим состоянием в из ну помните что вы тут не безразлично не безразлично вас действительно любят и ждут может быть даже стоит действительно съездить там к семье к брату к сестре каким-то приятным людям из вашей жизни понимаете меня мои сладкие я думаю что понимаете все я вас очень сильно люблю мои дорогие всем пока